МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ Время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Часть россиян освободят от платы за капремонт. Депутаты рассмотрят законопроект, освобождающий от этой обязанности жителей ветхих домов. На улице Рос сгорела однокомнатная квартира. Из дома были эвакуированы 11 человек. Сочинцы в автобусе могут расплатиться банковской картой. Пока терминалами оборудованы 100 автобусов городского сообщения. На очереди пригород. Быстро и с комфортом добраться в школу. В считанные минуты оказать квалифицированную медицинскую помощь. Сегодня в Краснодаре вручили школьные автобусы и кареты скорой помощи. Все они разъедутся в разные районы Кубани. Медиков и директоров учебных заведений поздравили глава региона Вениамин Кондратьев и вице-губернатор Анна Менькова. Как отметил руководитель края, чтобы добиться экономического роста, прежде всего необходимо решать социальные вопросы. 33 автобуса, школьных автобуса, 41 автомобили скорой помощи. Коллеги, это на самом деле решение правительства. И деньги выделены именно правительством, Краснодарскому краю на эти цели. В основе всего лежит человек. И это сегодня к правительствам России, нашим президентам ставится на первое место. Потому что забота об обычном человеке, а труженики села на первом месте. И дети. Это будущее края и страны. Скорые помощи поедут в станицы, в села, в кудара, в поселки, там, где не нужны. Там, где нужно спасать ту самую жизнь обычного селянина, обычного труженика. И дети. Школы поедут тоже, которые находятся в сельской местности. Чтобы мальчишки и девчонки, которые там учатся, чувствовали себя не хуже городских. Обновленный автопарк – это оценка правительства страны, системам образования и здравоохранения Краснодарского края в 2017 году. Это достаточно высокая оценка для региона. Потому что Краснодарский край, как субъект, получил самое большое количество машин скорой медицинской помощи. 41 машина, ни один субъект не получил такое количество. И это не случайно, потому что в 2017 году мы показали очень хорошие результаты в здравоохранении. И наше министерство, и наши специалисты, врачи отмечены на федеральном уровне разными наградами. Губернатор осмотрел новые автомобили и пообщался с фельдшерами и водителями. Сегодня в регионе ежедневно на уроки подвозят около 50 тысяч учеников. А на маршруты каждый день выходит более тысячи автобусов. Не меньше двух миллионов раз каждый год на вызовы отправляются кубанские скорые. С появлением новых машин в отдаленных районах края появится больше шансов на сохранение здоровья и жизни кубанцев и гостей региона. Елена Всецкая, телекомпания «ФКТ». К слову, пять новых школьных автобусов приедут в Сочи. Перевозить они будут учащихся 85-й, 44-й, 75-й, 87-й и 94-й школ. А теперь к другим новостям. Спорт стал еще доступнее для жителей Тимошевского района. В станице Медведовской открылся новый комплекс для занятий физической культурой. Поздравить станичников накануне приехал глава региона Вениамин Кондратьев и именитые спортсмены страны. К открытию готовятся еще несколько залов в разных районах Кубани. Куда совсем скоро придет спорт, расскажут наши краснодарские коллеги. Жаркие споры о расписании занятий в спорткомплексе начались еще задолго до его открытия. Волейбол, баскетбол, большой теннис, но во главе всего, конечно же, гандбол. Тренер Евгений Шульга в Медведовской воспитал далеко не одного чемпиона по этому виду спорта. А имена гандболистов из станицы теперь звучат в сборных Кубани и даже России. Александра Давиденко, сейчас она в основе Кубани играет, стала чемпионкой мира. В этом году у нас серебряный призер Европы. В 2010-2011 году у нас Ирина Загайнова серебряный призер Европы и была серебряным призером Олимпийских игр. Начать отсюда, именно с 10-й школы Смедведовской и выезд 13-й, у нас где-то 20 чемпионов России только вышли. Новый спорткомплекс даже назвали в честь гандболиста Николая Яркового. Местные жители называют его родоначальником этой игры в Тимашевском районе. Но универсальный зал пригоден и для многих других видов спорта. В первой половине дня заниматься в секциях здесь будут дети, а во второй – взрослые. По мнению главы региона, в стенах нового комплекса обязательно откроют новые имена для большого спорта. Спорт высших достижений начинается вот с таких спортзалов. 5,5 миллионов живет в нашем крае. Значит, все детки должны иметь возможность заниматься спортом в хороших, достойных условиях. Но спорт пешей доступности – приоритет. Для меня был, есть и будет. Я вас всех поздравляю с открытием такого спортивного комплекса и возможностью заниматься спортом недалеко от своего дома. С праздником, друзья! Раньше мы строили такие спортивные объекты, спортивные сооружения в основном в районных центрах и крупных городах нашего региона. А сейчас, согласно решению губернатора, вот такие спортивные комплексы будут построены именно в станицах. В спорткомплекс Медведовской в этом году лишь первая ласточка. К открытию готовятся новые центры для занятий физкультурой в Армавире, в Крымском и Кавказском районах. А на финишной прямой – окончание строительства спортзалов в Устенском, Новокубанском и Славинском. Причем, что важно, расположены они не в районных центрах, а в небольших станицах и даже хуторах. Наши таланты, они находятся в каждом хуторе, в каждой деревне, в каждом сельском поселении. Наша задача – к ним прийти. Задача, которую поставил губернатор, я думаю, это к спорту, прийти к народу. Раньше было немножко наоборот. Народ искал, где заниматься. А сегодня поставленная задача, чтобы мы пришли, создали возможности для всех – для детей, для взрослых, для пенсионеров. Такие комплексы только называют малобюджетными. В них можно проводить как районные соревнования, так и в масштабах страны. Площадку уже оценили именитые спортсмены, о таком многие в начале своей карьеры могли только мечтать. Я считаю, что для Медведовской это прекрасный комплекс для занятий именно для детей. И надеюсь, что из этой станицы еще много выйдет прекрасных спортсменов. Но так как я родился в таком же селе, я хуторской сам, то считаю, для жителей это очень большой подарок. За два года всего планируют построить 18 таких типовых спорткомплексов. Для этого в бюджете региона заложили больше 200 миллионов рублей. Это деньги всех жителей нашего края. Поэтому, вкладывая спортивные сооружения, мы вкладываем в вас, мальчишки и девчонки, с надеждой, что эти инвестиции в будущее окупятся сполна. Вы должны это понимать. Главное, чтобы выросли здоровыми, активными людьми, которые создадут большое будущее и своей станицы, и своего района, и своего края. У вас есть уникальная возможность заниматься спортом. Воспользуйтесь этой возможностью и станьте сильнее, активнее и успешнее в своей жизни. Для сравнения, еще шесть лет назад физкультурой занималось лишь четверть населения края. А уже сегодня в спортивные залы и комплексы ходит почти половина жителей региона. С введением в эксплуатацию всех малобюджетных комплексов ожидается, что количество желающих увеличится еще больше. А значит, у Краснодарского края есть все шансы в очередной раз подтвердить уже полученное звание одного из самых спортивных регионов страны. Мария Крошная, Юлия Кишинева, Денис Маскаленко, Алексей Комаров и Эдуард Тараканов. Кубань, 24, Тимашевский район. Часть россиян освободят от платы за капремонт. Депутаты рассмотрят законопроект, освобождающий от этой обязанности жителей ветхих домов. Граждан, проживающих не только в аварийных, но и в ветхих домах, предлагается освободить от взносов на капремонт. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Палкин сообщает РИА Новости. Уточняется, что документ опубликован в электронной базе Нижней палаты парламента. Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, призванном в установленном правительством Российской Федерации порядке, ветхим или аварийным и подлежащим сносу, говорится в тексте законопроекта. Автор поясняет, что основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения. По мнению автора, принятие данного проекта закона устранит несправедливость, возникающую, когда многоквартирный дом формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, имеет шанс стать таковым в ближайшей перспективе. Следовательно, будет несправедливо и устанавливать для собственников в помещении в таком доме обязанность по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, уточнили депутаты. В Сочи в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, местами порыва от 18 до 23 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествия звонить с мобильных телефонов по номеру 112. К другим новостям. Минувшей ночью на улице Роз загорелась однокомнатная квартира. Из пятиэтажного дома были эвакуированы 11 человек. Сообщение о возгорании квартиры на третьем этаже поступило около 11 часов вечера. На место были отправлены два пожарных расчета. Пламя было потушено в 23.45. Квартира сгорела полностью, но хозяина спасли. Были эвакуированы еще 10 жителей дома. Пострадавших нет. Наиболее вероятная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Сочинка обнаружила во дворе своего дома гранату. Об опасной находке она сообщила в полицию. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Они установили, что боеприпас является гранатой F1 времен Великой Отечественной войны. Специалисты вывезли гранату в безопасное место и уничтожили ее, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. В Сочи по подозрению в мошенничестве арестовали руководителя строительной компании. Бизнесмена Анзора Пруидзе взяли под стражу на два месяца. Подозреваемого этапировали в СИЗО. Он обжалует решение об аресте, сообщил интернет-порталу Кубань-24 источник в правоохранительных органах. Анзор Пруидзе является учредителем строительных компаний «Рахас Инвест» и «Юг Спецстрой». Как говорится в сообщении, в декабре было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Статья предусматривает лишение свободы на максимальный срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Сейчас Пруидзе находится в СИЗО Армавира. Руководитель Сочинского отдела Следственного комитета Владимир Терентьев переведен в Республику Крым. Об этом прессе стало известно на торжественном собрании, которое состоялось в честь образования Следственного комитета России. Управление Следственного комитета в Сочи – это 40 человек, половина из которых – следователи, люди, которые и днем, и ночью на службе. Видимо, поэтому все уголовные дела имеют стопроцентную раскрываемость. Сочи в этом плане выделяется среди других городов России. Четыре с половиной года возглавлял управление Владимир Терентьев. Сейчас он переведен на новое место работы и займет должность первого заместителя главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым. Тот ритм, тот режим работы, который был в городе Сочи, он, наверное, не сопоставим ни с одним городом, который имеет какую-то сопоставимую численность населения. Город Сочи в год принимает порядка 300 событийных мероприятий, спортивных, общественно-политических, значимых. В честь Дня образования Следственного комитета России, который создан 15 января 2011 года, отличившихся сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами главы курорта и городского собрания Сочи. Те преемственные традиции, которые были заложены Владимиром Николаевичем, они будут сохранены. Поэтому надеемся, что все будет у нас хорошо и город по-прежнему будет одним из лидеров в обеспечении безопасности. Успешный результат в работе Сочинского отдела Следственного комитета получается благодаря профессионализму следователей, отметили на торжественном собрании, еще и достигается за счет взаимодействия всех силовых структур прокуратуры ФСБ МВД. Следственный комитет России не входит в структуры ни одного из органов государственной власти, является самостоятельным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Авиарейс из Ростова в Сочи с 25 марта станет ежедневным. Выполнять его будет авиакомпания «Азимут». Об этом сообщает портал «Ростов Транспорт». Сейчас вылеты по данному направлению осуществляются пять раз в неделю. По вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Также претерпит изменения и расписание. Теперь вылет из аэропорта Платов назначен на 19.35, посадка в Сочи в 20.35. Назад самолет отправится в 21.40 и прибудет в Ростов в 22.40. Стоимость билетов на данный момент начинается от 2280 рублей. В этот тариф входит провоз с 23 килограммов багажа. Однако на вылет из 20 апреля до конца сентября цена стартует уже от 3000. Будет ли открыта продажа по промо-тарифу за 888 рублей, как это было с рядом направлений перевозчика раньше, пока неизвестно. Стала известна деловая программа «Инвестфорума» в Сочи. Обсуждения на форуме сосредоточатся на трех тематических направлениях. Сессии по направлению «Новая региональная политика. Совершенство управления» будут посвящены вопросам дальнейшего развития системы государственного управления. Участники обсудят возможные изменения региональной политики с приходом нового поколения управленцев технократов, а также какие кадры необходимы регионам для оптимального решения задач экономического развития. В тематическом блоке «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» пройдут дискуссии по теме стимулирования регионального предпринимательства. В блок «Улучшая качество жизни» включат темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов. В рамках форума состоится церемония вручения наград премии развития и вручения премии по итогам всероссийского конкурса программ социального развития регионов. Будет работать и площадка, где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ. Напомню, российский инвестиционный форум пройдет в Сочи с 15 по 16 февраля. Наш регион представит на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделают в футуристическом стиле. В Сочи подготовят специальную культурную программу к чемпионату мира по футболу. В дни проведения матчей в Олимпийском парке развлекать болельщиков будут творческие коллективы, которые продемонстрируют музыкальные, танцевальные и спортивные номера, проведут интерактив с гостями. Об этом стало известно на заседании городского организованного комитета по подготовке и проведению чемпионата. Всего в Олимпийском парке будет организовано пять площадок активности. Это позволит зрителям, заранее прибывающим на игру, интересно провести время. Главной культурной площадкой в центре Сочи станет площадь Южного Мола, где пройдет фестиваль болельщиков FIFA. За 25 дней его работы на сцене выступят десятки мировых звезд, лучшие российские рэп и поп-исполнители. На огромном экране в прямом эфире покажут все основные матчи чемпионата мира, отборочные и плей-офф. В Центральном, Хостинском и Адлерском районах установят 250 указателей пешеходной мультиязычной навигации, чтобы гостям было удобно ориентироваться в городе. К началу чемпионата мира в полную силу заработает единый информационный портал, мобильное приложение и горячая линия по транспорту на четырех языках. Здесь можно будет уточнить любую информацию о работе городского транспорта и правилах перевозки пассажиров. К проведению чемпионата мира привлекаются 1580 городских волонтеров. Их отбор завершится 1 марта. В этом году городские волонтеры будут одеты в универсальную бело-голубую форму «Трансформер», которая рассчитана как на жаркую погоду, так и на возможное вечернее похолодание. Сочинцы за проезд в автобусе могут расплатиться банковской картой. Пока терминалами безналичной оплаты оборудованы 100 муниципальных автобусов городского сообщения. На очереди пригород. Как работает нововведение? Расскажем далее. Прикладывается карта. И вот выходит чек, который является билетом на проезд. Здесь прописано полностью номер маршрута, время, когда была произведена оплата и стоимость оплаты. Оплатить за проезд с помощью терминала можно бесконтактной банковской картой, либо с помощью смартфона. Но эта система не отменяет наличные оплаты. Как и прежде, 22 рубля можно отдать водителю. Только вот теперь водители строго принимают оплату при входе, и билет выдают каждому пассажиру, независимо от формы оплаты. Такой вот полный контроль на линии. Это первый этап. Специально мы сделали первым этапом, чтобы и опробовать, и людей приучить, и чтобы показать все преимущества данной системы. Преимущество и в том, что теперь, благодаря новой системе оплаты проезда, сотрудники Сочи Автотранса в реальном времени отслеживают, скольким пассажирам водитель выдал билет. Раньше у нас были большие катушки с билетами, которые приходилось постоянно открывать, и очень было неудобно. Утром заходят пассажиры, тысячу дают, сдачи у нас, допустим, нет. Мы говорим, ну вы можете оплатить картой. Они говорят, они даже не знали. И прикладывают, карты оплачивают, и нам, с одной стороны, это даже проще. За работой водителя следят не только через компьютер, что стало возможным с появлением терминалов. Контрольные проверки проходят и в самих автобусах. Контролеры просят пассажиров не игнорировать правила проезда. Убедительная просьба входить через переднюю дверь у водителя, приобретать билет. Независимо от того, едете вы с проездной или наловый проезд у вас. Билет является страховкой вашей жизни на случай ДТП. В день муниципальные автобусы перевозят до 500 пассажиров. Большинство, отмечают водители, оценили плюсы безналичной оплаты проезда. Не всегда есть наличка или нету водителя сдачи. Быстрее проходят люди. Сочи Авсатранс первым из восьми перевозчиков внедрил новую форму оплаты проезда. Но к чемпионату мира по футболу терминалами для безналичной оплаты оснастят весь общественный транспорт Сочи. Ольга Десятого, Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинцы могут подать заявку на благоустройство общественной территории. Озеленить улицу, выложить плиткой тротуар, заменить бордюры или даже разбить новый сквер. Все, что хотели бы горожане изменить и улучшить в Сочи, можно сделать в рамках программы формирования современной городской среды. Свои предложения сочинцы могут направить в мэрию до 9 февраля. Для этого в холле зданий всех четырех районных администраций администрации Волковского сельского округа установлены специальные урны. Заявки принимаются по адресам, которые вы видите на экране. Проект формирования комфортной городской среды предусматривает также и благоустройство придомовых территорий. Заявки на включение домов в эту программу были сформированы в полном объеме. Работы по этим объектам будут проводиться по мере финансирования. Форма заявки на благоустройство общественной территории размещена на сайте администрации города Сочи. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.